Здарова всем подозреваемым и с вами как всегда Саня Слоун и сегодня наконец-то вышел уже новый режим Мастер Шпионажа с новой ролью Шпион. И сегодня в этом видео я расскажу вам о еще некоторых изменениях, которые коснулись нашей игры с этим последним обновлением. Ты готов? Тогда скорее ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А также не забывай про самый топовый код автора Слоун, который можно ввести в настройках игры. Ну а мы начинаем. Ребята, давайте начнем с самого главного. Во-первых, у нас увеличился золотой пропуск на целых 20 уровней и теперь в золотом пропуске у нас доступно целых 55 уровней. На самом деле награды конечно же повторяются, это как дополнительный бонус. Я не знаю на самом деле сейчас возможно разработчики продлят этот пропуск для того, чтобы мы собрали все эти награды. Либо возможно это просто дополнительный бонус, о котором мы все так долго просили, потому что золотой пропуск все прошли, а делать в игре больше нечего. И разработчики приняли такое решение, добавить еще 20 дополнительных уровней для тех из вас, кто уже прошел этот пропуск. Также ребята, вы знаете, что вышел уже новый режим, мастер перевоплощений, в котором доступны две новые роли шпион, который может перевоплощаться в других персонажей и тем самым обманывать своих друзей. Сейчас этот режим недоступен в паблике и в дополнительных ивентах, он там есть, но там идет ограниченный таймер, через какое-то время он у нас появится. Но в этот режим вы можете поиграть в дружеской игре, там он уже доступен и полностью работает. Для того, чтобы поиграть в него в дружеской игре, для тех из вас, кто не знает, вы просто создаете дружескую игру и выбираете в настройках матча новый режим, который называется мастер перевоплощений. Вот и все. Но, ребята, если у вас нет друзей или ребят, с кем можно поиграть, вы можете присоединиться к нашей группе ВКонтакте, там есть беседа, ребята, специальная, там очень много участников, там постоянно скидывают код, по которому можно подключиться к дружеской игре и поиграть в этом режиме. Или же, конечно же, вступить в мой личный дискорд сервер, где вы также можете поиграть с другими игроками. Плюс еще и пообщаться, конечно же, со мной. Очень удобно, рекомендую. Также, ребята, давайте теперь поговорим о некоторых изменениях, которые случились у нас на карте Отель. Это вторая карта, которая была добавлена совсем недавно. Вы знаете, что у нас там было много багов, люди заходили в текстуры, портили другим игрокам игру и тем самым всех бомбило и, в общем-то, выписали свои негативные отзывы в официальную группу ВКонтакте, а также в дискорд, чтобы разработчики это наконец-то пофиксили. Разработчики в итоге это пофиксили. Но, конечно же, не все, что нам хотелось. В итоге все равно какие-то баги на этой карте есть, но их уже становится меньше. И давайте теперь посмотрим, что же конкретно изменилось на этой карте. Я оббежал всю карту для того, чтобы показать вам все задания, которые поменяли. А также комнаты даже, даже комнаты целые изменили или снесли какие-то конкретные. Давайте теперь посмотрим, что именно. Значит, у нас сразу же первое задание, это задание с багажом. Оно немножечко упростилось, то есть теперь оно стало немножко проще. Раньше у нас, как вы помните, была маленькая такая, да, тонкий такой багаж был, который падал. И из-за него были такие проблемы, когда вы пытались собрать по-быстрому, но у вас не получалось. Эта пирамида всегда падала. Теперь же это стало намного проще. И, как вы видите у себя на экранах, да, это задание поменялось в лучшую сторону. Теперь стало намного проще. Как мне кажется, это изменение в лучшую сторону. Давайте пойдем дальше. Также у нас на первом этаже, ребята, была комната туалета, то есть уборная. Эту уборную полностью переделали, и теперь здесь у нас находится раздевалка. И в этой раздевалке, ребята, у нас осталось по-прежнему задание сантехникой, но снесли стенку, которая разделяла эту комнату, с комнатой охраны. И теперь комната охраны вместе с этой комнатой, это одна сплошная комната без стены. То есть намного проще стало. Убийца может, у него получается больше обзор. Он может увидеть дальше, чем он видел до этого. У него была закрытая комната, и он не мог понять, вылазить ему или нет. Но теперь он может спокойно просмотреть, может быть, кто-то в охране сидит, либо, возможно, кто-то делает здесь задание. То есть для убийцы это даже проще стало. Давайте посмотрим дальше, ребята, что у нас еще. На втором этаже полностью изменили туалет, комнату с туалетом. Там раньше, как вы помните, был туалет, закрывающийся стенками. Да, это была отдельная комната, в которой было два задания, всего лишь и люк. Там было задание сантехникой, и было задание со сбором порванного документа. Теперь это сплошная комната, которая полностью совмещена с общим коридором, да. И теперь там тоже задание осталось сантехникой, но выглядит немножко по-другому внешне. Но само задание осталось прежним. Также сам документ, он у нас теперь лежит не под раковиной, как это было в прошлый раз, да, не под умывальником, а на красивом удобном диване. Мы вернемся, конечно же, к этому заданию. Оно тоже немножко изменилось, но чуть-чуть позже. Далее, ребята, поднимаемся на третий этаж. И на третьем этаже у нас тоже произошли некоторые изменения. Как вы помните, на третьем этаже, ребята, в комнате 304, у нас была ванная комната. Теперь ее нет. Разработчики ее убрали. Приняли это решение и полностью убрали ванную комнату, потому что с ней были проблемы. Некоторые игроки, которые используют баги, залазили в текстуры, и их невозможно было достать. Не говоря уже об убийцах, которые просто ставили в текстурах бомбы, и все, и тем самым выигрывали катку. Разработчики просто-напросто взяли и убрали ванную комнату из этого помещения. Давайте пойдем дальше. Спустимся в комнату пониже, и здесь у нас, ребята, вообще изменения прямо налицо. Во-первых, здесь убрали также ванную комнату, и, конечно, изменили задание с багажом, где нужно было разложить вещи по порядку, то есть, да, по клеточкам, чтобы завершить это задание. Раньше, как вы помните, у нас это задание было прямо на кровати, да, с этой сумкой. В этой сумке нужно было раскладывать эти вещи. Но теперь это задание перенесли в эту тумбу, которую вы видите у себя на экранах. Это задание не просто визуализировано, как-то поменялось, то есть, его внешний вид. Оно также изменено и внутри. Посмотрите, сколько ячеек добавилось, и сколько новых предметов теперь можно положить в этот ящик. На самом деле, мне кажется, что это задание как-то выглядит даже красивее. Сколько новых предметов, посмотрите, добавили. Так, ну, давайте пойдем дальше. Теперь у нас, ребята, следующая комната под номером 301. Здесь, в принципе, ничего не изменилось, кроме как убрали ванную комнату. То же самое сделали, как и в предыдущих двух комнатах. Просто убрали эту комнату, потому что она, в принципе, не нужна. Там не было никаких заданий, там ничего такого не было, она просто занимала место. Поэтому, мне кажется, что ничего плохого в этом нет. Для того, что разработчики взяли и убрали ванную комнату. Наоборот, даже стало просторнее, интереснее и веселее играть. Задания, как вы видите, остались прежними, то есть, все осталось, как и было. Просто ванной комнаты теперь нет. Далее, ребята, мы спускаемся на второй этаж, и наше любимое задание с пианино. Теперь оно изменилось и выглядит немножечко по-другому. Сама мелодия, конечно же, осталась такой же, как и была, но сам внешний вид выглядит теперь по-другому. Не знаю, с чем это связано, зачем они изменили, но, видимо, так они посчитали нужным. Как-то, вроде бы, как-то даже красивее стало, не знаю. Напишите об этом в комментариях, надо было его менять, не надо было. Ну, поменяли и ладно, почему бы и нет. Дальше, ребята, конечно же, вот мы вернулись к тому заданию, с которого мы начинали. Помните те порванные документы, которые мы складывали раньше? Теперь они выглядят немного по-другому. На этих документах теперь неразобранный шрифт, то есть нельзя понять, что там написано. Раньше можно было понять, что там написано приглядеться, там надо на каком-то языке перевести, и, в общем-то, раскрыть какой-то секрет, какую-то пасхалку, хотя там были просто наборы букв и слов. Так, ну теперь это выглядит немножечко по-другому, и теперь мы не можем понять, что здесь написано. То есть вот таким вот образом изменили задание. И это задание касается всей цепочки этих заданий. Начиная с первого задания складывания этих документов и заканчивая последним, везде изменился внешний вид этого задания. То есть он теперь везде выглядит по-другому. Ну и, конечно же, ребята, самое-самое топовое изменение, которое произошло на этой карте, это же, конечно, анимация выброса игрока из лобби. То есть она выглядит вот так вот красиво. Теперь игрок не из особняка вылетает, а, конечно же, из отеля. На фоне ночного города, да, при котором стоит отель, который весь светится, пересвечивается, да, красиво, ярко. И вылетает наш игрок, которого мы выгоняем из лобби. Вот так вот красиво это выглядит. Дорогие друзья, в общем-то, это все изменения, которые произошли на карте отель в последнем обновлении 1.4. Если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и, конечно же, нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, не забывай ввести самый топовый код автора Слоун в настройках игры. И, ребята, опять же таки, если вам не с кем поиграть в Соспект с друзьями, если у вас нет друзей, просто вступайте в группу ВКонтакте, там вы найдете друзей, с которыми вы сможете поиграть в дружеских играх. Ну и, конечно же, не забывайте про мой личный дискорд сервер, где тоже очень много игроков в Соспект. И вы тоже сможете с ними поиграть и даже попасть ко мне в видео. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.